Основная задача – забеспечение ховы правопарадку и безпеки жахаров в области. Пытания обороненности участок электоральной кампании были обмеркованы на пресс-конференции с уделом Дмитра Розянкова. Со слову начальника ООС Грозенского Абл-Ваконкама, подрыхтока до 1-х дня голосования проводится по двух на прамках – внешним и внутренним. Их было подкреслено отпрацованный комплекс мероприемств по подтримце парадку, пройшли ответные в учении. «Разработаны в Министерстве внутренних дел учебные фильмы. В том числе мы подзаписываем свои фильмы в Грозенском УВД с тем, чтобы на занятиях вместе с личным составом прорешивать задачи, которые могут возникать в той или иной ситуации на избирательных участках. Как в отношении председателя и членов избирательной комиссии, так и в отношении силовиков, которые будут нести службу. Все возможные ситуации, даже те, которых у нас не было, но могут возникнуть, мы прорабатываем с тем, чтобы оперативно и эффективно среагировать по любому из них». Дмитрий Розенков заполнил, что у Грозенских правоохумников, хапая силы сродка, у КПШ с выборчей кампании, реаговать на усе погрозы максимально эффективно. В случае создания передумок для ученения супрасправных деяний, будут применены оперативные меры. «Накануне самих выборов будет создан институционный штаб, который будет располагаться в управлении, областной центр будет в управлении внутреннего дела Украинского областного полкома. В территориальных органах внутреннего дела будут создаваться свои штабы. Из этих штабов будет производиться регулирование всех нарядов, которые несут службу в системе единой дислокации, и реагирование на все вызовы, угрозы, которые будут осуществляться. На сегодняшний день в институционный штаб входят все силовики со всех служб, и на институционный штаб завязано все видеонаблюдение, которое у нас установлено фактически во всех местах, где будут располагаться избирательные участки, с тем, чтобы мы могли располагать информацию о том, что происходит вокруг избирательных участков». У целом оперативная обстановка на территории в области по выниках 2023 года заставалась подконтрольной органом внутренних справ. Так, в регионе снизилась огульная колькость зарегистрованных злочинствов на 8,8%. Утымлику по линии деятельности криминального вышку на 10,6%. Эффективность работы гродинских правоохумников по установлению особ, которые подозраются во ученении злочинствов, одна из лепших у республицы. Полепшилась оперативная обстановка в громадских местах, в сельской мясовости снизилась околькость злочинствов у чининых ранее судимыми, неполнолетними и убытия.